Уважаемые рыбы, всем доброго времени суток! Вы на канале ОКО ТОРО и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию ТОРО прогноз на неделю с 22 по 28 января, включительно. Что вас ждет в этом периоде? Рассматривать мы будем события этой недели в общем. И все то, что может происходить в доме, в вашей семье, во взаимоотношениях. Рассмотрим работу и карьеру, возможные доходы и расходы, ваше финансовое поле в общем. Подведем итоги этой недели, посмотрим также, что в скрытых факторах. Сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания, и та карта, которую я достану, самый последний, и ответит на загаданный вами вопрос. Поэтому думайте о своем желании, колода настраивается на вас. Работать мы с вами сегодня будем на золотом универсальном ТОРО. Помогать нам будет Оракул Ленорман. Карты готовы. Кому нужно больше времени, чтобы загадать свой вопрос, нажимайте на паузу, а я приступаю к выкладке. Уважаемые рыбки, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его прочтению. Расклад начинается с замечательной карты Старшего Аркана Колеса Фортуны. А это говорит о том, что уже в начало этого периода в вашу жизнь могут входить перемены, какие-то стремительно развивающиеся события, скорость во многих делах. Эта карта может говорить о том, что вы пытаетесь чем-то ускориться, и то, что вам интересно что-то новое. По этой карте это могут быть любые шансы, которые дает вам жизнь в лице каких-то новых предложений, чьих-то идей, которые могут быть интересны для вас, когда вы свои собственные идеи сможете также воплощать в жизнь. Эта карта может показывать и дороги, возможность перемещений, и, возможно, кто-то постоянно находится в состоянии дорог или разъездов. У кого-то, возможно, такая дорога или какая-то поездка планируется. Попутно также решаются и какие-то старые задачи, потому что эта карта может говорить о том, что автоматически решаются и старые вопросы. По этой карте вам стоят все важные дела, которые у вас есть в планах, начинать именно с понедельника. Понедельник для вас обещает быть максимально удачным. Общий запас энергии великолепный. На входящие события для вас выпала карта Пажа монет. В центре мы видим также троечку монет, а рядышком с тройкой мы видим еще две карты монет. Это двойка и восьмерка монет. Четыре карты монет и также еще одна карта монет в скрытых факторах. Пять карт монет. Это говорит о том, что для многих из вас на первый план выходят финансы и работа. И уже карта Пажа монет говорит о ежедневном труде, о трудолюбии, о том, что во что-то вы готовы вкладывать свои силы и свою энергию, что-то вы делаете, возможно, последовательно, шаг за шагом, что-то продумываете. Здесь я вижу оптимизм, здесь я вижу очень много контактов и коммуникаций. Возможны также вопросы и дополнительного образования. Может быть, вы пытаетесь чем-то совершенствоваться, поднимать свой уровень квалификации или любых других знаний, которыми вы сможете пользоваться для себя во благо. Так как карта Пажа монет, материально она говорит о том, что к вам благодаря вашим трудам поступают деньги, но в то же время может быть очень много текущих расходов, но вы не унываете. Те, у кого есть дети, также важна тема их образования или их работы, если дети достаточно взрослые. Но здесь я вижу взаимоподдержку, и если ваши дети достаточно взрослые, они даже сами пытаются вам чем-то помочь. В центр вашего расклада выпала тройка монет. Эта карта говорит о том, что вы востребованы, независимо какой сферой деятельности вы занимаетесь. Вас видят человека с потенциалом, человека талантливого, человека, который способен расти и развиваться, поэтому к вам по троечке монет могут поступать любые интересные предложения. Ну и вы кому-то что-то можете предлагать, это тоже кому-то может быть интересно. Даже если у вас уже есть полученное образование и не одно, по этой карте вы можете с легкостью получить дополнительный диплом. Поэтому, если кто-то из вас совмещает работу и учебу, я вижу, что везде вы будете успевать. Двоечка монет, конечно, может показывать ежедневную суету, те повседневные обязательства и обязанности, которые никто не отменял, но ничего негативного я не вижу. Вы 24 на 7 с кем-то можете быть на телефоне, но в конечном итоге вас может это немножечко истощать, изматывать в большей степени по работе, Поэтому вам все равно потребуется отдых. Отдых вам будет очень необходим. И об этом говорят даже не две, а три карты в большом кресте вашей судьбы. Что такое большой крест? Это вот эти карты, которые между собой делают пересечения. И что мы видим? Мы видим здесь четверку мечей и четверку чаш. Закрывает расклад восьмерка мечей. То есть может появляться болезненное состояние к концу недели из-за перенагрузок. Поэтому отдых вам показан, предписан. Даже если вы чувствуете малейшее недомогание, постарайтесь заняться своим здоровьем, на время отложите дела. Ваша работа от вас никуда не денется. И четверка чаш может говорить о том, что даже когда все неплохо, иногда у вас бывает такое состояние, когда сам или сама не знаю, чего хочу. Или могут быть просто моменты, когда вам хочется побыть немножечко одному или одной в тишине, в спокойствии, о чем-то порассуждать. А вы очень часто свою жизнь пересматриваете, анализируете, пытаетесь понять, где и что вы делаете не так. Боитесь допустить, может быть, каких-то новых ошибок. Не то, что вы боитесь. Вы просто не хотите их совершать. Но как бы там ни было, даже обе эти карты могут показывать стабильность и основательность вашей жизни в дни сегодняшнем. И где-то себе момент расслабления в какой-то момент вы можете позволить, потому что у вас есть надежные тылы в лице тех людей, на которых вы можете рассчитывать. Может быть, это кто-то из семьи, может быть, это кто-то по работе. Потому что здесь очень много коммуникаций и огромное уважение в обществе, в отношении вас. Также эта карта четверки мечей может говорить о том, что, возможно, вы думаете о каком-то старом конфликте, прошлом конфликте. Может быть, у кого-то это недавний конфликт, но который оставил след в вашей душе. Вы как будто бы неспокойны, вы до сих пор на кого-то обижены. Возможно, вам хотелось бы что-то кому-то высказать, взять реванш, но карты говорят о том, что не стоит этого делать. Либо сейчас еще не время, либо те люди вас просто не услышат или не поймут. Поэтому постарайтесь успокоиться, не забывайте о том, что все болезни из-за нервов, сохраняйте спокойствие. Даже те, кто не работает официально, я вижу, что вы постоянно в трудах и в делах. И даже будучи на пенсии, вы способны помогать своим детям, что-то полезное делать в доме. У вас может быть дополнительный источник дохода, и вы чему-то еще можете учиться. Вообще, я вижу, что вы молоды душой и можете выглядеть гораздо моложе своих лет. Но то, что энергия здесь бьет ключом, это 100%. Хотя бывают моменты, когда вы думаете о каких-то болячках, болезнях. Скажу вам так, даже если в этом периоде кто-то из вас испытывает недомогание, вы очень быстро будете реабилитироваться по здоровью. Поэтому никаких затяжных болезней я здесь не вижу. Давайте возьмем также дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто работает, и тех, кто не работает. Для тех, кто при работе. Для вас выпала карта старшего аркана влюбленных. Этот аркан говорит о том, что в работе у вас будет выбор из возможных вариантов сотрудничества с кем-то, может быть, каких-то проектов. Явно в деловой сфере есть человек, на которого по этой карте вы можете 100% рассчитывать. И, возможно, даже это кто-то из противоположного пола. Почему-то есть и некоторые сомнения или искушения, когда, может быть, вы просто думаете о том, что попробовать что-то еще, но сомневаетесь, потяну ли я, будет ли мне хватать время. Поддержит ли меня кто-то. Но эта карта вам гарантирует поддержку в любых начинаниях. Для кого-то эта карта даже может говорить о том, что могут развиваться любовные отношения в рабочей, деловой сфере, так как все-таки это карта влюбленных. Но я так полагаю, что все-таки те, кто имеет основную работу, вы думаете о каком-то еще проекте, равнозначном этому, который есть сейчас. Давайте возьмем для вас карту на совет. На совет выпала карта пятерки чаш. Все-таки эта карта больше говорит о чем-то личностном. Возможно, из-за того, что в личных отношениях у вас не всегда все гладко и хорошо, вот эти эмоции переносятся в работу и отражаются на работу. Так быть не должно. Но если у вас на работе с кем-то роман, то и подавно, потому что эта карта говорит о том, что вы не будете удовлетворены этими отношениями. Или если вы ждете от человека каких-то решительных шагов, вы их особо не видите. Если вы в браке, то карты могут говорить о том, что в доме тоже есть постоянное недопонимание. И из-за бытовых моментов у вас просто порой и отношения опускаются руки. Также и в профессиональной сфере. Возможно, вы думаете о том, что вы что-то упустили или что-то потеряли ранее. Или какие-то возможности прошли мимо вас. Но по факту эта карта говорит о том, что тут все можно исправить. Возможности еще будут. И не одна. Это больше ваше психоэмоциональное состояние, чем то, что может происходить на самом деле. И для вас еще одна карта, даже две выпало. Карта Луны и карта Звезд. Но эти карты говорят сами за себя. Да, возможно, последний месяц у вас был не совсем стабильный. И карта Звезды говорит о том, что вы можете заниматься какими-то очень крупными долгоиграющими проектами, масштабными проектами. Все выровняется, все придет в норму. Тут все будет налаживаться. Вам сами высшие силы будут помогать. Поэтому я не вижу повода для больших огорчений. И также эта карта вас может показывать какого-очень творческого человека, который действительно способен совмещать сразу несколько интересных проектов. И у вас даже могут быть ученики или последователи. Возьмем также карты для тех, кто в этот период вошел не работая официально. Может быть, меня смотрят люди, которые на пенсии. И что у вас? Для вас выпала карта Старшего Аркана Отшельника. Есть некоторая усталость. Постоянные мысли о своем пути, о своем предназначении. Вам хочется еще быть полезным людям. Вам действительно хочется в чем-то развиваться. Эта карта может показывать духовный поиск, саморазвитие. Может быть, вы занимаетесь какими-то интересными практиками. Может быть, вас интересуют вопросы медицины. Вы прекрасные философы. Вы прекрасные психологи. И к вам очень часто за советом могут приходить другие люди, которым вы эти советы даете. Но на свои какие-то вопросы вы не всегда способны ответить. В чем-то сомневаетесь. Вы что-то начинаете и думаете, правильно ли я делаю. Достигну ли я конечного результата. Эта карта говорит о том, что вы всего достигнете, всего сможете, если не будете останавливаться на полпути и не будете что-то бросать. Потому что вы идете в правильном направлении. Конечно, эта карта может говорить о том, что на вопросы своего здоровья стоит обратить внимание. Карта может показывать врача, обследование. Может быть, кто-то занимается самолечением. Может быть, поэтому вас и интересует медицина. Даже если вы общаетесь с большим количеством людей, это ощущение внутреннего одиночества. И в вашем основном раскладе было две карты, которые говорят о том, что вы порой самостоятельно хотите уединиться. Давайте посмотрим, что еще вам нужно знать. Для вас выпала шестерка жезлов. Карта победителей, карта чемпионов. Поэтому сколько бы вам не было лет, мужчина вы или женщина, не имеет значения, вы можете быть очень успешным человеком, даже будучи на пенсии. Здесь огромный авторитет, огромное уважение. Это тот авторитет, который уже работает на вас. И я вижу, что возле вас есть большая группа поддержки, людей, которые для вас могут являться единомышленниками, которые тогда, когда вам надо, будут всегда рядом. Карта может показывать и то, что конкретно на этой неделе или в самое ближайшее время вас ждут какие-то очень хорошие новости. Возможно, те новости, которых вы ждете. Это может быть письменное, это может быть устное извещение, это может быть любая информация, которая делает вас счастливыми. Это может быть любая важная встреча, состоявшаяся дорога или чье-то одобрение в каких-то делах будут для вас очень важны. Потому что вы сами с собой по этой карте будете довольны. Те, у кого есть долги или кредиты, я не вижу причин также для беспокойства, потому что свои долговые обязательства вы закроете. Если говорить о женщинах, то с долгами или с кредитами вам может помогать мужчина с выплатами. Если вы обдумываете новые кредитные линии, я не вижу того, чтобы вы что-то сейчас оформляли через банки. Но если вы имеете дело с частным лицом, с каким-то конкретным человеком, то да, это возможно, когда куда-то деньги вкладываются и работают на вас, в особенности в рабочую сферу. Если говорить о каких-то крупных приобретениях, продаже или покупке движимого или недвижимого имущества, здесь я этого пока не вижу. Вы больше сосредоточены на том, чтобы увеличить свои финансы. Но это не говорит о том, что вы себе что-то не сможете позволить. Сможете позволить, но немножко позже. Если говорить о чем-то крупном. Переходим к нашим семейным парам. Для семейных пар выпала четверка мечей и двойка монет. Если говорить лично о вас, вы в этих отношениях чувствуете себя болезненно. Тут ощущение того, что нет постели вообще. Нет близости. Ваш партнер занят также какими-то повседневными делами, работой, мысли где-то во внешнем мире. И по факту каждый из вас может быть сам по себе, хотя вы вроде бы как вместе. Эта карта может говорить о том, что либо дома вам ничего особо не хочется делать, либо кто-то еще рядышком с вами может болеть, но по этой карте по факту вы на свое здоровье сейчас должны обратить внимание. Если чувствуете, что не хочется делать ничего или у вас нет сил, отдыхайте. Я вижу в этих отношениях как приспособление или удобство каждого из партнеров. Порой вижу, что и спорите, но по факту в отношениях очень многое именно в этих отношениях зависит именно от женщины. Поэтому, если меня смотрят женщины, вы мать, вы супруга, вы хозяйка, многое будет так все-таки, как вы захотите. Я не вижу, чтобы ваш мужчина думал о ком-то другом, даже если вы его ревнуете, в его подсознании мысли о вас. Переходим к нашим свободным рыбкам. Для свободных выпала карта старшего аркана умеренности, королева мечей и королева чаш. Две королевы и карта умеренности. Мы здесь видим две женские особы, как две подруги или две женщины, которые в чем-то друг друга поддерживают. Если говорить о женщинах-рыбках, скорее всего, есть какая-то дама, которая помогает вам решить какие-то для вас сложные вопросы. Но порой у вас могут быть либо на что-то разные мнения, поэтому возникают разногласия, могут появляться из-за чего-то обиды. Но я вижу, что вы пока друг другу нужны. Это может быть даже какая-то авторитарная подруга, женщина одинокая или женщина, у которой что-то не сложилось в личной жизни. И она вам может говорить о том, что тебе это не нужно, тот тебе не нужен, этот тебе не подходит. Если есть какие-то конкретные мужчины, я не вижу, чтобы эта женщина делала что-то со зла или чтобы вам навредить. Но ее мнение, может быть, вам не всегда приятно. Или ее высказывание. Несмотря на то, что вы можете быть красивой, женственной, романтичной, в одной особе как будто бы заключено две разные женщины. С одной стороны, вы мягкая, располагающая к себе. С другой стороны, вы где-то можете быть очень категоричной и жесткой. И порой какими-то своими поступками или действиями мужчин можете от себя отталкивать, сами этого не понимая. Даже если вы с кем-то и встречаетесь, это очень умеренное отношение. Пока я не вижу того, чтобы что-то происходило такого, то, что вас действительно порадовало бы. И если пока не получается в любви, вам стоит переключить свое внимание в работу, в творчество, в какие-то вопросы образования, и не грустить. Значит, еще чему-то не пришло время. Во-первых, вас очень сильно защищают высшие силы. И первая карта говорит об этом. Она может показывать вашего ангела-хранителя. И она однозначно говорит о том, что вы способны еще чему-то учиться. Так как это первая карта, что-то по вопросам образования или учебы должно выйти на первый план. И вообще эта карта может говорить о том, что вам нужно правильно распределять свой каждый день. У вас должен быть четкий график того, что когда, во сколько времени вы будете делать. Таким образом, у вас время будет оставаться и на хобби, и на отдых, и на какое-то общение, и на образование. То есть вы должны уметь планировать свою жизнь. Конечно, с вами кто-то может знакомиться, и в этом периоде в вашу жизнь могут даже входить новые люди. Об этом говорит карта колеса, фортуны и пожа. Могут в вашей жизни даже появляться мужчины моложе вас. Но я не вижу, чтобы вы как-то горели огнем. Просто пока спешить не стоит. Но вы с кем-то можете прекрасно общаться. На завершение этого периода выпала восьмерка мечей, которая все-таки показывает усталость или болезненность, или может говорить о том, что не все получилось реализовать на этой неделе из-за тех ограничений, которые могут быть у вас, на которые вы не можете повлиять. Это могут быть любые обстоятельства или события из внешнего мира, люди, ситуации. Тут есть немножечко эмоциональное выгорание. Главное не депрессировать. Я уже говорила о том, что вам стоит отдохнуть и заняться своим здоровьем. Но тут вопросы дополнительного образования 100% будут. Две восьмерки в раскладе. В скрытых факторах для вас выпала семерка монет, карта императора мужской фигуры и семерка мечей. Даже если что-то временно притормаживаться будет в рабочей сфере, все равно потом будет движение. Конечно, это уже те события, которые будут по прошествии этой недели, примерно начала последующего периода. И если говорить о женщинах, то на вашу жизнь очень сильно может влиять мужское лицо. Для женщин, которые в паре, это может быть супруг, друг. Для кого-то может быть начальник, чиновник. От этого человека есть помощь, хотя у этого человека есть и какие-то свои затруднения. В то же время мы рядышком видим семь мечей. И обратите внимание, как интересно. Семь мечей через императора параллелит с семеркой монет. Две семерки. Какие-то сплетни, какие-то мелкие интриги, чья-то зависть, чей-то дурной глаз. Кто-то вам очень может завидовать по этому аркану и даже может пытаться либо вредить, либо из-под тяжка интересоваться вашими делами. Есть такой человек, который на вас обижен. Может быть, кто-то пытается воспользоваться какими-то вашими идеями. Этот негатив может исходить от мужчины. Вообще здесь я вижу два разных мужских лица. Один человек вам помогает, а второй семейный человек. Вот от семейного человека есть негатив. Смотрим, что еще вам нужно знать. Или смотрим, что в дополнительном совете. Мы видим пажа мечей. Еще один паж. Ваш расклад уже выпадал. Паж монет. И здесь мы тоже прослеживаем чье-то повышенное внимание к вам, как будто бы за вами кто-то наблюдает, действительно злится, действительно завидует. Может быть, кто-то пытается представиться вашим другом или подругой, заискивать, выискивать, что-то узнавать, разузнавать, но при этом за глаза вас обсуждают, не желают хорошего. Бесятся, когда у вас что-то получается. Кого-то против вас могут настраивать. Смотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта старшего аркана Шута. Эта карта вообще дает ответ «да», но она говорит о том, что ваш вопрос в точке отсчета ноль. И предстоит сделать еще очень много для того, чтобы произошел запуск, для того, чтобы появились должные возможности. Возможно, вам нужно что-то изучить, во что-то вникнуть, с кем-то лишний раз проконсультироваться. Карта может показывать состояние дорог, разъездов, получение новой информации, может показывать соцсети. Если вопрос был связан с отношениями, и вы, например, спросили, будут ли у меня как-то развиваться отношения с тем или иным человеком, серьезный ли он. Эта карта говорит о том, что не серьезный, не захочет себя с кем-либо связывать какими-то обязательствами. И даже если над этими отношениями работать, развивать их, как я вам говорила, что ситуация в точке отсчета ноль, все равно я вижу, что вам это впоследствии ничего не принесет. Тут будут и измены, и будут разочарования. Возможно, даже в отношении вашего вопроса вы готовы как-то рисковать. Риск – благородное дело, но, скорее всего, не в этом случае. Даже если сейчас вам кажется, что все хорошо и стабильно. И давайте возьмем несколько дополнительных карт из Иракула Ленорман и спросим, что еще вам нужно знать. Карта горы, букета, развилки, книги и карта лилий. Возможно, по этим картам вы с кем-то находитесь на расстоянии, или у вас есть какие-то друзья, или какой-то человек где-то за границей, далеко. Может быть, здесь какие-то сложности с передвижениями, с дорогами. У вас будет какой-то выбор возможностей. Кто-то вам еще будет помогать, но это будет происходить не быстро, не сейчас, не завтра. То есть на что-то понадобится время. Может быть, вам нужно будет приводить в порядок какие-то бумаги, документы, заниматься сбором какой-то информации. И вам также будет покровительствовать какой-то влиятельный человек, либо человек при должности, либо это структуры власти, через которые что-то решается. Но ваш вопрос решится впоследствии положительно. Но пока рано говорить о окончательном результате, но вы на правильном пути. Возможно, есть что-то то, что кому-то вам не стоит оглашать раньше времени или рассказывать раньше времени. И то, что я вижу, возможно, кто-то из вас получает какие-то либо тайные знания, либо сокровенные знания для избранных. Возможно, вы изучаете действительно какую-то информацию, которой не каждый способен владеть. Это может быть магия, это может быть астрология, это может быть всё, что угодно. Здесь даже если вы ничем таким не занимаетесь, есть что-то то, что до определённого момента нужно держать в секрете. Наверное, не случайно, потому что тут мы видели, что вам завидуют, либо сглаз какой-то есть. Самое главное, что какое-то препятствие по вот этим картам вы сможете преодолеть. Какая-то проблема решится. Просто нужно время. Уважаемые рыбки, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотр. Всем хорошей, замечательной недели. Подписывайтесь на мой канал, те, кто ещё не подписан. И я не прощаюсь с вами. Я вам говорю до следующих видео. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова